что же всем привет с вами снова я артём и мы с вами продолжаем проходить нашего вора у нас в общем-то третья глава названием грязные тайны и в общем-то эта глава она моя на самом деле одна из самых любимых потому что здесь есть очень много отсылок на оригинальную трилогию вора то есть во первых это сам по себе вот это место да на котором у нас построен этот самый бордель так сказать вот этот с цветочками это непосредственно у нас этот стадель хранителей то есть в общем туда если кто знает то оригинальной трилогии вора в ней было по сути свои три фракции это соответственно хранители это язычники и это еще хамериты то есть как бы между вот этими соответственно до тремя фракциями там по сути свои все и крутил и все и вертелось также да здесь еще есть небольшая отсылка на непосредственно бурико ты здесь непосредственно и на прям из в игре можно найти его его дела я у меня естественным тоже покажу поэтому в общем такие дела в общем да играем если что на максимальной сложности то есть это особое 1300 очков все мы соответственно с вами забираем так или иначе на миссии и соответственно вообще везде то есть как бы где где все можно забрать мы там все забираем так тут у нас огненная стрела здесь у нас еще охотничья маг это и здесь у нас на самом деле будет вот и до одна которую мы не заберем потому что у нас тогда рейтинг спортится то есть как бы вот такие вот дела здесь очень-то один такой лут в этой главе есть вот мы его с вами забирать не будем ну как сказать у нас там будет это самое подозрение явно вот еще у нас чуть-чуть рейтинг спортиться то есть на эту миссию лучший самый рейтинг это стопроцентный фантом то есть как бы что я говорю и что я говорю когда что я смысле имею ввиду когда я говорю до стопроцентный фантом это значит то что надо пройти главу без врубания света и соответственно без тем самым получения очков портуниста и в общем то без соответственно да еще и получение очков хищника вот эта еда она у нас находится вот здесь вот здесь вот видите да там у нас стоит стражник там него рядом с ним есть бочка вот она этой бочки на ней как раз еда единственный вариант подобрать эту еду это соответственно потушить вот этот факел то есть это вот чаша визита который нам рядом с ним горит вот ее да ее можно потушить естественно но это нам испортит так сказать рейтинг в этой главе да и к тому же у нас здесь и так по идее 55 штук еды так сказать мы здесь и так найдем поэтому это особо ничего страшного в этом нет в общем то так сейчас там это проговорят я в общем-то стараюсь показывать все диалоги как вы понимаете так видим обратно здесь нас кстати то будет довольно сложный момент вот здесь прямо сейчас в начале это момент с птичкой из вот 7 как раз кида двумя охранниками которые вот я вам за которым мы сейчас наблюдали через дырочку стене еще конечно чуем хочу сказать как же мне нравится этот самый английский так сказать английский интерфейс в этой игре нравится мне тем что при английском интерфейсе здесь очень красиво выглядят цифры то есть вот не так именно как при русском интерфейсе сейчас не знаю какой там этот стиль на в английском интерфейсе вот но в русском они как-то по фигу и мне кажется выглядит так здесь вот да мы сейчас сделаем рывок и ждем сейчас у нас пока вот этот стражник у нас пойдет обратно сюда к нам поближе и сейчас мы будем делать вот рывок вот кто от бочки то есть по этой по гипотинузе так сказать вот если мы его сделаем по гипотинузе тогда нас не птичка не спалит не тот охранник как раз который там у нас стоит это так краски то место с этой с едой кем показал дачи и щелочку вот так точно мы сюда это ныряем, и здесь делаем где-то, не знаю, там 4-5 шагов в приседку, и дальше уже идем, в общем-то, то есть спокойно ничего у нас, ни птичка не спалит поэтому она, конечно, да, тут у нас это чуть-чуть повизжит главное, вот здесь сейчас рывок не делайте, потому что здесь она уже вас запалит аккуратненько к нему подходим аккуратненько у него забираем два кошелечка и, соответственно, на этом, по сути самая сложная часть миссии у нас пройдена это хорошо, это просто замечательно, в общем, здесь вот у нас тоже, да, вот есть такой вот большой лаз, здесь у нас тоже, кстати, как видите еда лежит так, тут у нас еще приколюшка древний древняя там монетка какая-то о, да, конечно, я имею в виду так, ну тут мы сейчас, в общем-то, тут вот пролезаем сюда и здесь у нас тоже есть и здесь у нас тоже вот есть одна приколюха один лут в бокальчике стоит и, собственно, на этом у нас такая вот статистика должна быть общая шесть из пятидесяти семей один из пяти соответственно обычного и уникального лута так здесь можно что тут мадам покрасить так, можно было бы вытаскивать с ушей где, конечно, непонятно, как он это делает от слова совсем что хотели это мастера-вора, правда? так и здесь вот у нас есть еще один стражник куда можно вот стыдить шелек а мы сейчас за ним, в общем, сюда вот как раз пойдем тут у нас еще один ходит дядя так, расческа если надо будет тоже подгадать момент и здесь вот эту комнату всю обчистить пробулесосить, так сказать как я люблю, в общем-то, говорить так вот он у нас сейчас здесь сейчас он у нас туда опять пойдет чуть-чуть, так сказать, левее именно от нас давно назад так, пепельница а нет, сосуд тут брошка тут, по-моему, еще пепельница, да? а нет, флакон духов, окей вот тут пепельница хорошо тут у нас ложка и еще одна еда и сейчас мы подслушаем довольно интересный диалог между этим самым нашим генералом ловцом воров и вот этой вот мадам Сяу-Сяу я думаю, что у вас есть два нового бласса я вижу, что у вас есть два нового бласса работают сегодня да, пепельница и нероли они хорошие девочки я ожидал, что это будет в вашем помощи но вы уже уходите я покажаю я не хочу я не хочу лице не литра а и не у не ан не что не вот а что м Я буду называть Жасмин Глоссом. Жасмин, я хочу что-то маленькое. Нет! Петалки не работают directly с... ...клиентами. Ты знаешь это. Ты... ...выдя у вас. Но правила о моей девочке будут обманывать. ...выдя у вас. Жасмин будет выполнять ваши требования. Она лучше. Все готовы. О, и... ...выдя уйдет, сладкий сладкий сладкий. вот такой вот в общем то интересный диалог зеркальце здесь два предмета тоже флакон духов и на расческа так сейчас мы так по второму этажу чуть-чуть походим вообще на самом деле миссия очень красивая сама по себе то есть видит от письма антураж довольно очень приятный здесь вообще вот самое что интересное мне здесь очень нравится миссии которые нечетные вот так я за собой заметил то есть кроме вот именно первой главы как бы мелки за что-то из именно нечетных не нравится только первая глава в остальные миссии они как-то довольно все такие интересные даже какой-то степени то есть это соответственно вот это вот миссия как я уже сказал вам да мне она так это визуально очень нравится на плюс к чему здесь эти отсылки на оригинальную трилогию есть начиная соответственно с этого места как я уже сказал заканчивая буриком мы еще найдем здесь в общем то да вот тоже подождите это вот стражника пока у нас будет тут спиной и мы тут сейчас пролезаем аккуратненько тоже не это не рывок тут короче не делайте потому что у нас есть карканыч в клетке он там у нас сидит может вас запалить у нас метральный трофей с узумрудами здесь у нас еще брошка вот тут у нас замочек кстати замочек довольно простой то есть это этот трехступенчатый но тут есть каркарыч видите опять сейчас довольно взломаем тоже не спешим никуда мы особо не опаздываем с вами опять же да если что у кого-то если будет вопрос какими узлам и без интерфейса я ориентируюсь именно что по пальцам гаррета то есть если правильно нащупали положение отмычки то он так это слегка пальцами на правой руке шевелит я поэтому и ориентируюсь он конечно там чуть-чуть так это дрыгает этой левой рукой но мне как-то не знаю привычнее именно ориентироваться что по правой руке это если что да если кто проходит так же как я как бы кто как бы не понимает именно да почему я именно не ошибаюсь при взломе вот здесь конечно там подсказка то есть которая есть там помню там сколько там кружков соответственно со скольки ступенчатого замок столько вас кружков вот но мы без интерфейса играем тоже с вами поэтому такие дела так у нас верхний нож для бумаг и остается нам только еще тут первый этаж чуть-чуть посмотреть после этого можем уже идти дальше пепельница и еще здесь нас лежит бокальчик наверху все на этом с этой комнаты у нас завершено так тоже надо аккуратненько тот который то стенки стоит он сюда тоже смотрит тоже это имейте ввиду кошелек зеркало и здесь еще один кошелек и вот тут у нас есть еще одна еда на самом деле делаем перекат и вот здесь вот она у вас лежит забираем идем собственно на кухню у нас тоже если детский на этом у нас до должна быть если что вот такая вот статистика из 28 57 2 из 5 8 и 1 соответственно карманных краш взломных замков вот очень на самом деле странно опять же то что здесь не показывается то сколько всего карманных краж можно сделать на миссии вот это вот конечно очень странно конечно да здесь статистика вот именно по сравнению с остальными ворами она поудобнее ну вот конечно к ней у меня тоже некоторые вопросы есть ноут очень дома и конечно же да я понимаю что он сказать что типа именно в угоду так сказать реализму было в оригинальных ворах то есть как бы естественно ты как бы не знаешь если у тебя там есть не знаю там дом ты там не знаешь за там сколько там всего именно поштучно так сказать находится я очень часто на самом деле приводил вот этот пример с тем же самыми бокалами да то есть например то смотрите у нас есть не знаю там 10 бокалов по 1515 эти самые голды тоже да скажем так за штуку вот и в оригинальной трилогии вора у тебя будет 150 голды и все вот а здесь у тебя будет как бы 150 голды соответственно если мы все соберем и там не зато 10 из 10 вот это конечно у другим зоны в этой даже статистике есть некоторые так сказать несовершенство сюда и вот сюда тут у нас сейчас пойдет мадам я мы сейчас тоже обкрадем из ушей вынимание сережки пока истории послушать не умеет у вас что стук с ровы к кемерки нитинг а до фоба и в порог и в россии вот с ними те честно скоро поедет должно сюда пойти Также, да, я вам напоминаю то, что сейчас у нас на канале проходит опрос Опрос по поводу того, каким этим самым бонусом будем завершать Соответственно, завершать это прохождение Вот поэтому, в общем-то, голосуйте кому-то Кому это интересно, кто, в принципе, доследит за прохождением Зовите друзей тоже, чтобы голосовали Поэтому, такие дела Так, ну и скоро она у нас уже, по идее, пойдет Сюда Мне там тоже две сережки можно стырить Я знаю Так, сейчас у нас тут внизу тоже Вода вот весь, да, отходит И сейчас будем Посмотревать кухонку Здесь у нас еще есть три предмета Которые надо взять Еще плюс еда, кстати, которую мы уже не можем взять Потому что у нас Да, вот нету места Поэтому, как я уже говорил То там, по идее, не особо обязательно ту еду брать Которая у нас на бочке была В начале головы Потому что здесь у нас ее и так навалом Здесь у нас и так, по сути, места не хватает, как видите Так, аккуратненько проходим мимо птички Я вот опять же не знаю Я уже, если честно, напуганный так прологом был Вот именно при записи Потому что я там не знал, что там аж птичка тоже палит Когда это перед заставкой Сырен Которые где-нибудь там план обсуждают То, что им там надо украсть Я это вообще не знал Потому что там еще птичка может запалить Если ты будешь просто проходить мимо Так, оказывается, там тоже надо прокрадываться только То есть, только прокрадываться, да? В другом она вас запалит Так И сейчас нам надо будет подождать опять же Пока у нас мадама одна пойдет наверх По вот этому коридору там это будет в конце видно Или она уже прошла, погоди Она уже прошла, по идее, да? Получается Так, ладно Сейчас, значит, подождем охранника в любом случае Да, она уже прошла, хорошо Закрываем дверь за собой Все-таки мы же культурные люди, правильно? Так, тут тоже поаккуратнее Опять же напоминаю, что есть тут птичка В клетке А вот я вот, кстати, не особо понимаю Как можно нанести урон птицам и собакам Вообще То есть, как бы я понимаю, что можно нанести этот самый урон Как-то, не знаю, там этим самым стражникам Тем же самым людям Вот, но вот это вот именно сама формулировка того, что нельзя наносить урон собакам Ну, хотя, в принципе, их этими можно газовыми стрелами оглушать Я так, насколько понял Может, их этими и другими Можем как-то Уничтожать Птицы И птицы с собаками Не имею в виду Вот этого я не знаю Если честно Так, вот она у нас сейчас Сейчас на скорой Эта мадам тоже опять вниз пройдет И мы полезем в этот кабинет Уже мадам сяо-сяо Там у нас уже вообще все Все просто элементарно будет На самом деле Так, вот она вот сейчас тут проходит Мимо нас Кстати, да, вот эти вот шкафы Я, в общем, чуть оговорился Когда эту самую первую часть в городе Вы помните, да, записывали Я говорил там, что Можно в них прятаться На самом деле нет, нифига Они еще и ваш прогресс сохраняют по игре Именно в городе То есть, как бы Если вот я, например, да Залезу в шкаф Именно в голове То он нифига не сохранит Но если я залезу в шкаф Именно в городе Тогда у вас сейф будет И, кстати, именно да Поэтому я там, соответственно Залезал в этом самом задании Медицинских проблемах в шкаф Чтобы, соответственно Если меня запалят То я мог там загрузиться Здесь мы, опять же, в общем-то Дождем охранника Пока он у нас пройдет Ну, в смысле, будет к нам спиной Забираем тут документик Сами, соответственно Да, сюда пролезаем Вот у нас список созвездий И его мы тоже можем обобрать Аккуратненько Все И идем В кабинет Мадам Сяу-Сяу И Дверку мы открыли Дверку мы закрыли Так, пепельница Тут тоже вот будьте аккуратны Потому что там вот На балкончике Там тоже гуляет Один стражник Ну, в смысле, это как? Это самая группировка Здесь как они называются Эти Красные ножи, по-моему Вот Это как бы Такая типа Наемники Типа того Это не совсем стражники Здесь, конечно Находятся Конечно, странно Что эти же Наемники Они почему-то здесь Храняют банк Тоже это очень-очень интересно По идее Должна эта Городская стража Этим заниматься Работать наемники Просто Так, все Все у нас документы Тут найдены Почитайте Если что На паузе Если что Кому интересно Так Взламываем тут Сундучок Угу Так Так, тут у нас Сейф на ловушке Ловушку мы Соответственно Так вот Вырубаем И код здесь У нас 573 То есть Соответственно Его можно узнать То, что у нас Есть этот Бенедикт Койл И там у него Написано То, что Созвездие Корона Вот У Короны Соответственно Да, там где Мы брали Созвездие Там будет Именно 573 Поэтому Тут такой код Так, картина Давайте мы Сейчас Найдем тут Кнопочки В поиске Вот именно Кнопки На картины В ней В этом вообще Нет ничего сложного Как вы понимаете Конечно Да Иногда Не особо удобно То, что Их тут две Их тут вообще Их тут Всегда две Я бы так сказал Здесь, конечно Есть еще одна Картина На которой Одна Но В основном Их тут две Именно Кнопки Это вот Конечно Не очень Так И Собственно Проходим Вот Сама Подземелья Как я понимаю Ответа была Эрин Непосредственно Заставки Так Во-первых Вот здесь Вот у нас Во-вторых В смысле Да Вот здесь Вот у нас Еще Символ Здесь Вот на стене И еще По Два У нас В общем-то Есть Вот в этих Вот дырочках Так Вот здесь Сюда тоже Обязательно Возьмите сосуд Не забудьте Потому что Сюда Вы уже Не вернетесь То есть Как бы Вот так Вот Такое Место Один раз Только Посещаем Это 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 у нас Это у нас Это у нас В общем-то Мастер Иствик Это у нас Это у нас Этот самый Архитектор Барона Который Непосредственно Этсамую Крепость Его построил Я довольно интересная Личность В принципе Так Ну и все Теперь мы можем В общем-то Открывать Этот Пидальон Ну В смысле Открывать Дверь Тут у нас Все они Подсвечиваются Ага Соответственно Последний Так Да Вот это у нас Статистика Должна быть Вот такое Обязательно В общем-то Сверьтесь Если что Если со мной Вместе Играете Так Тут у нас Тоже есть Ловушки Кстати У нас первая Включается И собственно говоря Цитадель хранителей Как я уже сказал Здесь у нас Прям такие Жирные отсылки Довольно На оригинальную Трилогию Если что Поэтому Как я сказал Такое место Довольно Интересное Само по себе Вот этот Дом цветов И кстати Что самое Интересное Когда Я вообще Я проходил Вот эту Игру Именно до Оригинальной Трилогии Соответственно Первый раз Когда я играл И Блин Мне даже Тогда Нравились Именно Почему-то Вот эти Вот Именно Нечетные Главы И Прикол Как бы В том Что Каждая Вот именно Из Связаны Именно С оригинальной Трилогией Вора То есть Вот так Вот Такое Довольно Интересное Я бы сказал Замечание Так Тут у нас Уникальный Трофей Ценный Вот Древняя Фигурка Это у нас Тоже Так сказать Фигурка Типа Хранителей Этих Так И тут У нас Сейчас Еще один Этот Значок Появляется Нижний Сейчас Поставим И открываем Еще два Лута По бокам Так Закрываем Дверь Ловушку Мы уже Деактивировали Поэтому Можем Спокойно Тут идти И вот Здесь У нас Сейчас Как раз Так Будет Этот Самый Бурик То есть Как я Сказал Здесь Можно Найти Его Труп Находится Он У нас Непосредственно Вот Здесь Вот В этой Части Этой Главы Самый Естественно Покажу Вот Бурики Они у нас Тоже Были Если что В оригинальной Трилогии Если кто Не знает То есть Это Там Такие Типа Типа Были Такие Враги Такие Ящерицы Вот Он У нас Здесь Лежит Бурик Так Тут У нас Вот Такой Вот Видок Дальше Проход Здесь У нас Очко Это Самое Прокачки Есть Очко Концентрации Вот Тут Вот Еще Уникальный Лут Вот Здесь Это Память Камянотесе В памяти Камянотесе Памяти Мертвых Вылезаем Обратно И Еще Нам Так Сказать Чтобы Много Прям Чего Осталось Здесь Взять Прям Тут Совсем Немного Нам Осталось Тут Всего Взять Ломаем Ящик Держатель Для Свитков Чернильница И Тут У нас По-моему Еще Один Держатель Для Свитков Дм 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 Слиток Хорошо Открываем Так Сейчас Я вам Тоже Покажу Эту Саму Статистику Такая Она Станта Там 51 Типа Того Должна Быть Открываем Еще Одну Дверь Это Ого Статистику Это Одну Статистику Это Двигаем Статистику здесь вот у нас лежит слиток тут у нас спускаемся вниз цветочек и здесь еще одному от лестнице сейчас руки такие вот у нас тут монстры типа того появляются впервые в игре мы с ними еще естественно встретимся в будущем в дальнейшем а пока они у нас просто так издалека кстати да если что если помните там нас была одна газета в которой написано то что и по монстры канализации появились это вот мне кажется как раз таки про этих ребят с тобой написано спрыгиваем и здесь у нас идем дальше в общем да здесь нам осталось совсем чуть-чуть поэтому по луту взять всего это естественно хорошо ничего в этом плохого не вижу открываем книгу и здесь у нас в этой вот комнате тоже да довольно много всего браслеты золотые здесь нам надо будет чуть-чуть попрыгать здесь очень-то прикол вот да вот этого браслета не можно добраться именно только вот так вот то есть если у с другой стороны его это сама его тоже да можно конечно этой кнопкой активировать то есть это и книжка я бы так сказал не кнопкой вот но он сюда именно не поедет то есть как бы он там не за там за заблочится тип того так ну и собственно ли книга то ради чего мы здесь как обычно забираем и ритуальная книга трофей клиентов древняя книга потом на заботы везда в библиотеке под домом цветов так вот такая статистика у нас должна быть 56 из 57 и весь ценный лут соответственно забираемся наверх по веревке и здесь вот мы сказать последний уже лут в этой игре но смысле в не в этой игре в этой главе да уже заговариваться что-то начинают так вот тут у нас древний слиток все на это мы все тут взяли именно из лута и здесь у нас сейчас будут эти красные ножи вот у них тут будут кошельки мы естественно тоже все срежем но из лута мы тут все взяли конечно вот я тут так это задумался то что очень странно знаете что что в этой игре нету этого кода к сейфу 451 это так это это очень странно на самом деле потому что как бы 451 это если кто не знает это эта отсылка на рэя бредбери во первых и во вторых он очень сильно связан со студией лукинглэс то есть это соответственно да та студия которая делала первые две игры если ничего не путаю даже по первые три ну смысле эту самую либо она делала 2 луги у вара и соответственно первую и вторую игры либо она делала еще и третью игру то есть этот самый фиф дэдль шэдоус по моему нет по моему все-таки 3 это этот а он storm если ничего не путаю доделывала они там это еще движок да у секса инвицибл вор для нее взяли по моему да да по моему она как так было вот этот очень интересно тоже здесь нету куда 451 потому что по сути этот вот вообще во всех ну как в большинстве и мерсив симов есть так или иначе и обычно он как бы самый первый сейф игре открывает не за там если есть короче первый кодовый замок то имя именно что я имею ввиду что в мерсих симах то от него в 90 за это может там 6-98 процентах случаях именно код 451 или там не за там 0451 вот это так это довольно интересно я бы сказал то что в этой игре сделали вот такой вот отсылки то есть еще получается что эта игра уже терней мерсив сим интересно интересно да очень даже интересно так тут сейчас ждем патруль пока не тут нас вдвоем пройдут поговорят и 2 можно кстати обокрасть из них чем мы сейчас с вами в общем то и займемся вот да если что опять же у кого-то если что вдруг возникнут вопросы то как они меня не замечают никогда когда у тебя тогда краду это я именно что зажимаю вперед и клавишу взаимодействия то есть непосредственно и вот но и соответственно жимаю на пробел то есть как бы если вы так сделаете то тогда когда вы соответственно уже прям но будете рядом рядом с врагом туго раз него не врежешь своими но не украдет с пояса шелек там и за там или этом сережку какой-нибудь поэтому это имейте ввиду два последних кошелька в общем миссии на этом все еще мы тут взяли еще мы тут опылесосили и я в принципе на этом с вами могу прощаться что я уж это и буду делать своим я артем спасибо что смотрели подписывайтесь ставьте большие пальцы версту по эти группы вконтакте рассказать экономим друзьям комментируйте все это как вы знаете очень сильно помогает канал развиваться так что ребят вам всем большое большое спасибо за то что все это делаете и всем ребят до скорой встречи всем в общем пока а а и о и о о о о о Что происходит, Генерал? Маме слишком много для тебя. Я никогда не говорю о моей маме так снова, ты маленький хор! Сюда! Что происходит, Генерал? Нет! Это всё. Возьмите твои тачки и уйдите из моего дома. Возьмите её снова, и я покажу твои волосы. Не покажите меня на это. Ты! Filthy rat. Я покажу тебя. Тихо! Тихо! Ты должен быть милой, у вас. Ты не груст, генерал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok